Витаю, друзья! Вы на Фабрите Новым. Меня зовут Евгения Кутнова. А мы спеобразованы к сегодня российско-американский историк Юрий Фриштинский. Юрий Георгиевич, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Добрый день, здравствуйте. Юрий Георгиевич, давайте начнем с самых свежих новостей. Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинских сил будет происходить так же, как и осенью, когда сначала оказалось, что процесс замедлился, а потом в СУ начали стремительно продвигаться вперед. Скажите, пожалуйста, это можно считать ответом всем скептикам? А... Поскольку речь идет о позиционной войне, поскольку на юге и на востоке Россия вовлечена в позиционную войну против Украины, я не жду от контрнаступления быстрых и легких результатов. Откровенно скажу. Потому что, повторяю, точно по тем же причинам, по которым Россия в какой-то момент не смогла продвигаться никуда в этой позиционной войне. Вот по этим же причинам контрнаступление в позиционном фронте, оно обычно не бывает быстрым и легким. То есть это кропотливая работа, и я не жду здесь быстрых результатов. Просто сейчас в западной прессе, вот и в американской прессе, вот часто, например, CNN пишут о том, что якобы вот успехи не те, которые бы хотела, знаете, там фронт замедлился. Вот это как вы, с чем связано, как вот вы считаете? Это связано исключительно с тем, повторяю, что мы говорим о контрнаступлении в формате позиционной войны. Вот в Первой мировой войне, знаете, немцы с французами вели позиционную войну, и ни одна из сторон за несколько лет не смогла добиться результатов. То есть в результате Германия проиграла, но эти, как бы, битвы были проиграны на других, в общем-то, фронтах и направлениях. Поэтому я и тут не склонен ожидать каких-то быстрых результатов. Я в целом считаю, что для быстрой победы в этой войне нужны, как бы, три компонента. Это нанесение ударов по территории Российской Федерации с воздуха. Ни в коем случае я не имею в виду вторжение украинских войск на российскую территорию. Нанесение ударов с воздуха по Российской Федерации. Изоляция Крыма, отрезание, как бы, Крыма от России. И нанесение ударов с воздуха по Крыму. И смена режима в Белоруссии. И освобождение Белоруссии от российской оккупации. Вот я считаю, что эти три компонента, они обеспечивают, как бы, победу. А контрнаступление – это один из компонентов. Но здесь быстрых результатов быть не может. Также Владимир Зеленский говорит, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной электростанции. И он сегодня сделал экстренное обращение ко всему миру. И говорит, что мир предупрежден теперь. Путин пойдет на это для того, чтобы остановить контрнаступление? Как вы считаете? Я не думаю, что это остановит контрнаступление. И я не думаю, что это, скажем, прямо улучшит шансы Путина на победу. Но в этом смысле и подрыв дамбы Каховской ГЭС не увеличивал шансы Путина на победу. Проблема в том, что Путин всего этого не понимает и смотрит на войну иначе. И с его точки зрения, и это следует из-за недавнего заявления Шойгу, если Запад и далее не будет давать Украине наступательные виды вооружений, если Запад и далее не будет давать разрешение Украине использовать эти виды вооружений для удара, Российской Федерации, то, собственно, в таком формате Путин может эту войну не проигрывать очень долго. Потому что все, что он делает, это наносит Украине разрушение с воздуха, вот уже 16 месяцев, не получая ответного удара. Потому что, повторяю, сейчас Украина ведет оборонительную войну, но не может вести наступательную. И это, собственно, то, что было озвучено достаточно, я бы считал, нагло и цинично в последнем заявлении Шойгу, который он, запинаясь, засчитывал, правда, по бумажке, смысл которого был в том, что Россия требует, чтобы Запад не разрешал Украине превратить эту оборонительную войну в наступательную. А без этого нельзя победить войне. Подрыв Запорожской атомной электростанции, к сожалению, после подрыва Каховской ГЭС, дамбы Каховской ГЭС, кажется достаточно для Путина естественным следующим шагом. Опять же, на фоне перебрасываемого ядерного оружия в Беларусь, на фоне постоянных угроз, которые озвучиваются и Путином, и Патуршевым, и Лукашенко, и Карагановым, в его статье опубликованной, и твиттерами Медведева, вот на фоне всего этого нагнетания ожидаемого ядерного удара, к сожалению, подрыв Запорожской атомной электростанции, повторяю, кажется достаточно естественным для Путина гибридным ходом, потому что, как и в случае Каховской ГЭС, он будет утверждать, что этот подрыв осуществлялся не российскими войсками, не знаю, украинцами или вызван несчастным стечением обстоятельств и не признается, естественно, в том, что именно российское руководство стоит за саботажем атомной электростанции. Юрий Юрьевич, а кто может повлиять или остановить Путина, скажем так, Соединенные Штаты, Китай? Какое условие могут выдвинуть эти страны ему? И, например, ну сидит Пинь, позвонит, сказать Путину, сказать, вот если ты на это пойдешь, будет так вот. Кто-то может повлиять? Недавно Блинкин ездил, прошу прощения, в Пекин. Возможно, там тоже оговаривали, знаете, уменьшение вот этих вот всех рисков. Я уверен, что там обсуждался ядерный риск, это безусловно так. Да, безусловно, Китай мог бы повлиять на Путина, но он мог повлиять на Путина еще, как говорится, 16 месяцев назад. То есть Китай действительно мог эту войну остановить в любой момент. Все, что нужно было сделать Китаю, это сказать Путину, даже не обязательно публично, что Китай начинает поддерживать Украину в этой войне. И в эту минуту война бы закончилась. Проблема в том, что, к сожалению, мы видим скорее прямо противоположное. Мы видим, что Китай реально провоцирует Россию на продолжение этого конфликта. И то, что переброска ядерного оружия в Беларусь, объявлено о ней было чуть ли не на следующий день после окончания визита СИИ в Москву, это не могло быть случайностью. Ее визит Лукашенко в Пекин, который до этого происходил, тоже, наверное, не был случайным. Так что на Китай я бы тут не рассчитывал. Китай скорее подталкивает Россию на дальнейшее введение войны, поскольку в интересах Китая ослабить Россию максимально, изолировать Россию от Европы максимально, а эта изоляция, это ослабление, естественно, усиливается с каждым днем войны. Потому что Россия для Европы теперь уже потеряна, если она потеряна для Европы, она автоматически оказывается в объятиях Китая. И, кстати говоря, этой теме тоже у Караганова уделено какое-то внимание в его статье. И понятно, что конкретно, может быть, эти проекты, они кажутся немножко шизофреничными, типа создания третьей столицы России в Сибири и создания российско-китайского, индийского ядерного союза, который будет как бы диктовать условия всему остальному миру. Но это вполне возможно ровно те мысли, которые Караганов внедрил и в голову Путина, и в голову Патушева, и Медведева, потому что Караганов обслуживает как политический советник, скажем так, и спецслужбы, и Совет Безопасности. И вполне возможно, что это ровно тот путь, на который сейчас окончательно уже становится Россия. Дальнейшие абсолютные изоляции от Европы и максимального сближения с Китаем. Другое дело, что Путин каким-то образом планирует переиграть Китай, и, видимо, за счет того, что у России больше ядерного оружия, как он считает и знает, чем у Китая. Но вот в эту часть я уже не очень верю. Я думаю, что для России это достаточно самоубийственный путь. Но, впрочем, все то, что делает Россия, начиная с 24 февраля прошлого года, путь абсолютно самоубийственный. – Юрий Георгиевич, если Вы говорите о том, что Китай, наоборот, провоцирует и подталкивает Российскую Федерацию, а могут ли тогда Соединенные Штаты Америки и Байден действовать здесь решительнее? Если решительнее, то тогда как? Чтобы избежать этого? – Это проблема, возникшая в первый же день войны. То есть в первый же день войны было понятно, что если в эту войну открыто входит НАТО, как НАТО, то эта война заканчивается через две недели. К сожалению, этого не произошло и не происходит до сих пор. И понятно, по какой причине НАТО очень боится спровоцировать Россию на ядерный или даже термоядерный конфликт. К сожалению, как мы видим, продление этой войны не улучшает ситуацию и не уменьшает риск этого ядерного конфликта. И в каком-то плане, мне кажется, что наоборот, чем дольше длится эта война, тем ближе мы подходим к некому принятию того факта, что эта война может стать ядерной. Сейчас уже о ядерной угрозе говорят практически все. Даже Байден несколько дней назад сделал заявление, что он не исключает, что Россия может использовать ядерное оружие. Поэтому, повторяя то, что НАТО не вошло в эту войну в первый же день, как НАТО, и не попыталось эту войну завершить стремительно и быстро, к сожалению, не уменьшило, может быть, только отсрочило ядерный риск или ядерный этап в этой войне. Может ли НАТО сегодня все это переиграть и остановить? Я считаю, что может. Я считаю, что может. Но времени действительно остается очень мало. Может так же, как повторяю, и в первый день войны, давая Украине наступательные виды вооружений, в том качестве и в том количестве, которое необходимо ВСУ, в Украине использовать это оружие для нанесения ударов по территории противника, потому что пока что Украина не имеет права использовать получаемое на Западе оружие для ударов по Российской Федерации, и освобождение Беларуси от российской оккупации, то есть лишения России, плацдарма, с которого Россия может начинать новое наступление на Киев, угрожать Восточной Европе и наносить ядерный удар по Европе с территории независимого государства, провоцируя ответ по Беларуси, ответный удар по Беларуси, но как бы в этом смысле не подставляя под ответный удар Россию. Вот, собственно, эти три компонента, как они были, так они и остаются. И поскольку сейчас угроза ядерного удара уже декларирована нам всем открыто, именно из Беларуси, я считаю, что вмешательство НАТО в ситуацию абсолютно необходимо для спасения, в буквальном смысле, для спасения Европы, для окончания войны, и, в принципе, нелегко, наверное, рассуждать, но, в принципе, я считал бы, что НАТО обязано входить в Беларусь и свергать Лукашенко, тем более, что это незаконно избранный президент, вернее, неизбранный президент. Есть правительство знания, есть все компоненты того, чтобы Беларусь стала демократическим государством, и даже есть, в конце концов, белорусские добровольческие части, которые уже воюют в Украине. То есть я об этом неоднократно говорил, и еще до того, как вот так уж совсем очевидно обозначилась эта ядерная угроза, что, конечно, в интересах Украины и украинского государства было бы сформировать на базе, ну, допустим, полка Калиновского, хотя это даже не единственное, в общем-то, военное формирование сейчас белорусское в Украине, но, в принципе, я бы, конечно, формировал бы на базе этих добровольческих частей белорусскую добровольческую дивизию, может быть, с поддержкой каких-то других интернациональных бригад, которые существуют в Украине, и пытался бы прежде всего решить белорусский вопрос, потому что ядерное оружие в Беларуси создает непосредственную угрозу и для Украины, кстати говоря, хотя, может быть, в меньшей степени как-то неудивительно, чем для Восточной Европы, но прежде всего для Восточной Европы, а как, опять же, сказал Караганов в своей статье, еще и для Центральной Европы. То есть, на самом деле, планы России потенциальные заключаются, как сказал Караганов, в превентивном ударе по Восточной Центральной Европе, но в надежде, что это уж настолько испугает Запад, что Запад почему-то не ответит, хотя, опять же, если этот удар наносится из Беларуси, то, конечно, Запад будет отвечать, но по Беларуси. Но что в этот момент уже точно прекратится поддержка Украины, и вот тут-то Путин ее и сможет захватить. Я, кстати, далек от мнения, что прекратится поддержка Украины, я далек от мнения, что Путин сможет захватить Украину, даже если прекратится поддержка, но это то, как смотрит на все происходящее российское руководство, что если испугать Европу очень сильно, и если НАТО испугать очень сильно, то тогда Соединенные Штаты забудут про Европу, отдадут ее на растерзание Путину, и будут сидеть в границах Северной Америки, и дрожать от страха. Ну, это то, примерно, как смотрит на будущее Путин. Но то, что Соединенные Штаты будут дрожать, это, допустим, его, как сказать, грационное видение ситуации, а то, что при этом ядерная угроза становится реальной, это фактор очень серьезный, и превентивное решение и уничтожение этой ядерной угрозы, это немедленное вхождение в Беларусь. Юрий Георгиевич, а принятие Украины в НАТО изменит ситуацию? – Знаете, я считаю, что, во-первых, по бюрократическим соображениям, причем, не поймите меня неправильно, я очень хотел бы увидеть Украину в НАТО как можно скорее, и много бы отдал за то, чтобы Украина вошла в НАТО еще в 2013 году, тогда вообще не было никаких конфликтов в мире. Но, к сожалению, этого не произошло. Я не думаю, что это возможно по бюрократическим и формальным причинам на фоне неокончившейся войны. Я просто думаю, что это невозможно. С другой стороны, я думаю, что, собственно, само вхождение в НАТО, ну, скажем так, если Украина входит в НАТО сегодня, это значит, что завтра НАТО обязана объявить Российской Федерации войну. И к этому все идет. Вот, опять же, то, как я вижу ситуацию, все идет именно к этому. И хотя НАТО очень не хочется оказываться в состоянии войны с Российской Федерацией, но я не очень вижу возможности для этого. То есть я вижу, как эту ситуацию можно оттягивать, и ее уже оттягивает 16 месяцев. Но я не убежден, что НАТО сможет заморозить эту войну в географических границах России, Украины и Белоруссии. Я не убежден, что это возможно. Поэтому, ну да, можно рассматривать вхождение Украины в НАТО в формате открытого военного столкновения НАТО с Российской Федерацией. Но тогда, в общем-то, это и смысла особого тоже уже не будет иметь, потому что на уровне военно-тактическом Украина уже в НАТО. у Украины боеспособная армия, подобной которой в Европе ни у кого нет. Поэтому, может быть, нужно все-таки ставить скорее вопрос не о том, чтобы Украину принимали в НАТО, опять же, на фоне неокончившейся войны. Я думаю, что это нереально. А о том, чтобы Украина, собственно, получала все то, что она должна и могла была бы получать, если бы она уже была бы членом НАТО. Я думаю, что так этот вопрос можно ставить. Это абсолютно нормальная постановка вопроса. И формальная бумажка о том, что вот Украина вошла в НАТО, наверное, не будет в этом плане, не должна иметь особого значения. Важно не то, чтобы Украина считалась членом НАТО, а то, чтобы Украина получала от НАТО все то, что ей необходимо для введения войны, в которую она была вовлечена. И, кстати говоря, что очень важно не по своей воле. Юрий Георгиевич, Вы говорите, что поставки вооружения – это самый главный вопрос. И, конечно же, вопрос тогда у меня к Вам такой. Украинское контрнаступление уже длится около двух недель. Мы понимаем, что это война, и развитие ситуации может быть разным. Разным, скажу вот так. Значит ли это тогда, что именно от успеха контрнаступления зависят и дальнейшие поставки вооружений союзников? Я думаю, что, с одной стороны, это неправильная постановка вопроса, если вдруг кто-то из союзников, например, ставит вопрос именно так и привязывает поставки вооружений к более или менее успешному контрнаступлению. По следующим причинам. Во-первых, ну, как я уже сказал, в позиционной войне вообще неправильно ожидать быстрых результатов при контрнаступлениях. Я думаю, что пробить достаточно глубокую российскую оборону, которая, в общем, тоже не дремала все эти 16 месяцев, пробить ее без потерь и быстро очень сложно, а, скорее всего, невозможно. Но главное, что, к сожалению, место для переговоров, соглашений Европе и НАТО не оставил сам Путин. И проблема же не в том, что, ну, если контрнаступление провалится или, наоборот, если будут какие-то быстрые результаты, наоборот, победоносные для Украины, эта война прекратится. Я в это тоже не очень верю. Путин не остановит эту войну. Война для Путина – это тот формат, в котором он уже теперь будет существовать до конца даже не своей жизни, потому что если только своей, было бы легко и просто, наверное, эту проблему решить. Пока режим его будет существовать, пока госбезопасность будет контролировать ситуацию в России и исходить из установки необходимости победы в этой войне. И поэтому война эта может теоретически закончиться только, если Россия эту войну проиграет. Нет другого сценария, при котором эта война заканчивается. Потому что если эта война, допустим, заканчивается победой Путина в Украине, во что, опять же, лично я не верю, но, может быть, кто-то считает, что это возможно, это не останавливает войну Путина в Европе. Это приводит только к тому, что Путин двигается дальше. Ни к чему иному это всё равно привести не может. И если Путин лишится сухопутной армии в Украине, что очень даже легко можно себе представить, значит, он перейдёт к использованию ядерного оружия для последующего шантажа и разрушения Европы. Поэтому у Европы, как мне кажется, нет никаких других возможностей здесь. Единственный способ спасения Европы от разрушения, грозящего ей, это победа Украины в этой войне. Поэтому я не думаю, что помощь Украине может быть уменьшена или приостановлена, потому что пока что, тем не менее, 16 месяцев за счёт Украины, за счёт разрушений, которые наносятся Украине, за счёт гибели, не знаю, десятков, сотен тысяч людей, мы точно ещё не знаем статистику погибших, статистики погибших, Европа продолжает жить в мирном формате, хотя, повторяю, даже при этом уже к границам Европы подступает война, потому что ядерное оружие в Беларуси, угрозы, сформулированные в статье Караганова на программном уровне, это серьёзный симптом того, что война стучится в двери Европы. Повторяю, самый правильный подход к ликвидации этой проблемы – это максимально быстрая победа Украины над Россией в этой войне. Для этого, я уже повторяюсь, для этого нужно давать Украине оружие и как можно больше, и для этого нужно снять с Украины ограничения по использованию этого оружия в нанесении ударов по территории противника. Опять же, тоже повторяюсь, но это ровно то, что подтвердил Шойгу в его последнем заявлении, собственно, сказано, чего Россия боится больше всего на свете. Россия больше всего на свете боится ударов по Крыму и ударов по территории Российской Федерации. Из чего следует, что это ровно то, что необходимо делать. – Юрий Георгиевич, сегодня президент Зеленский говорил о том, что угрозы ядерным оружием обернутся Путину ликвидацией. Так, а может вот плат «Б» Европы такой вот задействовать? Вы говорите, что нужно больше давать вооружение, и таким образом только можно разрешить ситуацию. А вот иначе, вот таким образом? – Ну, иначе, наверное, нельзя. То есть я бы превентивно отбирал бы у Путина Беларусь как стратегический плацдарм. Я считаю, что это, опять же, единственное правильное решение, потому что иначе шансов на ядерный удар становится больше, а не меньше. Потому что нанесение ядерного удара по какой-либо стране НАТО из России означает ответный ядерный удар по России. Я не думаю, что Путин к этому готов. Буквально в том плане, что если бы он был бы к этому готов, он это бы уже сделал. То есть причина, по которой Путин не начинает пока что ядерную войну, открытую ядерную войну, заключается либо в том, что он к этому не готов, либо в том, что он, может быть, не планирует этого делать, а планирует только угрожать, либо, может быть, в том, что он знает, что это самоубийство. Но вовсе не потому, что Запад не сделал каких-то шагов, которые вот если Запад сделает, вот тут-то мы начнём термоядерную войну. Конечно же нет. Поэтому я бы из этого сценария не исходил. А вот из сценария, что Путин будет наносить ядерный удар с Белоруссии, с территории независимого государства Беларусь, этот сценарий, я считаю, абсолютно как бы путинским. И психологически он к нему точно готов. Точно готов. Юрий Георгиевич, будем следить, как будут развиваться события и как будут реагировать наши союзники. Надеемся, конечно же, только на лучшее, что этого не случится. Я благодарю вас, как всегда, за ваше экспертное мнение. Благодарю за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Друзья, я також дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на Фабрику новин. Ставьте нам лайки. Пишите в коментарях, кого бы вы хотели бачить в наших эфирах. Також я нагадую, у вас есть возможность стать спонсором Фабрики Номит. Это можно сделать и на нашей YouTube-платформе. Еще раз всем дякую за увагу. Всего наикращего. До наступных встреч. Юрия Георгиевича, еще раз вам дякую и ждать у нас на Фабрике. Спасибо. Спасибо.